Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Горячие реки. Начало отопительного сезона в Самаре ознаменовалось тремя прорывами. Детсады и школа под контролем мэра Елена Лапушкина проверила, как подключают к теплу социальные учреждения. От молока до хлопка Самарская область налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Свет в конце тоннеля. Три детских сада на 730 мест появятся в Самаре до конца этого года. Пролетариат нынче в моде. Юный фрезеровщик вернулся в Самару победителем Евроскилз-2018. Хотят закрыть вид на Волгу. Жители домов на Максима Горького возмущены начавшейся стройкой. По проекту под их окнами вырастет многоэтажное здание. Общий язык с застройщиками люди найти не смогли, поэтому обратились за помощью к городским властям. Мнение всех сторон выслушал наш корреспондент. Быть ли новостройки на Максима Горького? Городские власти усадили за стол переговоров жителей и застройщика. Жильцов многоэтажки, под окнами которой планируется строительство, волнует несколько вопросов. Первое – это этажность новой постройки. Согласно проекту, на месте бывшей парковки будет возведен семиэтажный дом с паркингом. По мнению жителей, высота строящегося дома, несмотря на заявленную этажность, превышает допустимую. Застройщик уверяет, этажность здания небольшая. По данному фасаду прекрасно видно, что это пять этажей, вот, например, раз, два, три, четыре, пять, и восемь этажей нет. Один этаж подземный конус в посадке, а то вообще она будет 17 лет. И один полупоквальный этаж в воду. Соответствует ли проект всем нормам, покажет проверка прокуратуры, которая началась несколько недель назад. Ответ прокуратуры мы получим. Если будет установлено, что разрешение выдано с каким-либо отступлением, значит, безусловно, мы инициируем вопрос отзыва этого разрешения на строительство. Волнует и внешний вид новостройки. Жители считают, что она выбивается из общего облика исторического центра. Застройщик представит несколько вариантов решения фасада и предоставит на городостроительный совет. Еще один вопрос – нехватка парковочных мест для новых жильцов. Поскольку правил однозначно, эти парковочные места должны быть в пределах замены участка определенного строительства. Однозначно. И это нас беспокоит. Людям сообщили, что этот вопрос прорабатывается городскими властями. Также обсудили и вопрос благоустройства территории. Глава города предложила застройщику провести с жителями встречу и вместе решить, как сделать территорию более благоустроенной. В любом случае, конечно, Эдуард Владимирович, это над жителями комфортную городскую среду обсудить. Еще один вопрос – выдержит ли склон новую многоэтажку. Застройщик обещает склон укрепить. Жители затребовали провести экспертизу. На встрече решено, что исследованием займутся специалисты политеха. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. Отопление оказалось благом не для всех. Сразу в нескольких местах города с началом отопительного сезона прорвало трубы. Вечером в среду пассажиры Самарского метрополитена встали свидетелями картины, напомнившей одноименный фильм, который там же и снимали. На станции Гагаринская случился потоп. Очевидцы сняли горячие реки на видео. А в доме номер два на Куйбышево трубур прорвало на крыше именно в тот момент, когда дали отопление. По словам жителей, вода лилась мощным потоком. На протяжении 30 минут пострадали квартиры на четвертом и пятом этажах. А на первом этаже образовалась лужа глубиной в 10 сантиметров. Вода вытекала даже из входной двери. Высотки на Новосадовой тоже тонули. Правда, на этот раз прорвало пожарный кран. Мощная струя воды затопила весь подъезд, рассказали местные жители. По словам самарцев, к месту прорыва прибыли несколько пожарных расчетов, но их помощь не понадобилась. Горожане вызвали специалистов, которые занялись устранением прорыва. Две трети школы детских садов, а также больницы, поликлиник в Самаре уже получают тепло. В городе продолжаются работы из-за старта топительного сезона, который в этом году начался раньше обычного. Все ли соответствует плану, расскажет наш корреспондент. Учебный процесс в школе номер 79 идет по плану и без остановок, хотя первый день после включения отопления выдался напряженным. Один из вентилей в подвале не выдержал давления. Но прорыва не случилось, и ученики могут продолжать получать знания в теплой школе. Некоторые кабинеты настолько прогреты, что их приходится проветривать. Ну, горячая батарея, да. Ну, растоплено даже, а в крыто? Ну, пока есть возможность проветрить. Да, хорошо. Как подключаются к отоплению социальные учреждения, проверила глава города Елена Лапушкина. Особое внимание к школам, детским садам и роддомам. Также глава города осмотрела и те места, где сейчас продолжаются работы по замене теплопроводных труб. Во дворе дома номер 86 по улице Гагарина новые трубы уложили и заполнили их. Подрядчики приступили к засыпке участка. У жителей соседних домов тепло появится уже в ближайшие дни. Завтра цок запускается, и мы начинаем запуск отопления по полу спокойно. За четыре дня с начала отопительного сезона тепло начали получать три четверти социальных учреждений и половина домов города. В ближайшую неделю батарея нагреется во всех домах Самары. Безусловно, у нас с вами есть ситуации по отключению. Не все дома подключены, к огромному сожалению. Но, тем не менее, эта работа все-таки плановая. В этом году в Самаре не стали ждать, когда температура на улице в течение пяти дней будет сохраняться ниже 8 градусов. Теплосистемы запустили раньше обычного. Коммунальные службы города, ресурсоснабжающие организации и предприятия работают в режиме усиления. Мэри Елчан, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Три детских сада построят в Самаре уже в этом году. Еще три. В следующем заседании Общественного совета по образованию. Репортаж Кристины Иничиной. Открытие детских садов, школ, системы обучения и питания. Эти и многие другие проблемы будут обсуждаться на возобновленном Общественном совете по образованию. После перерыва совет начал свою работу в новом составе. Директора школ, детских садов, заслуженные учителя, депутаты и представители родительской общественности. Знают о самарском образовании и все. Много каких проблем и вопросов приходится обсуждать для того, чтобы сохранить лидирующие позиции образования не только в губернии Самарской, но и в Российской Федерации, потому что так было всегда. Идею возрождения Общественного совета поддержала глава города Елена Лапушкина. Первое собрание прошло под ее руководством. На повестке встречи был выбор нового председателя, его заместителя и секретаря Общественного совета. Председателем единогласно была избрана Наталья Толстых. Ее заместителем стал директор спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» Вячеслав Звягинцев, а секретарем – директор школы номер 7 Галина Путинцева. Также на собрании обсудили ряд важных вопросов, таких как использование электронных дневников в каждой школе, возможность дистанционного обучения и строительство новых школ и детских садов. Еще три детских сада до конца 2018 года планируем открыть. Общее количество 730 мест. Это новый микрорайон, это крутые ключи буквально днями на следующей неделе. Это Волгарь до конца года и, возможно, на улице Ратнера. Уже на первой встрече участники заседания активно высказывали свои предложения, после чего был утвержден план работы совета по образованию на ближайшее время. Совет займется разработкой новых форм взаимодействия с родителями, поддержкой школьников при выборе профессии и проведением общегородских родительских собраний. Вы знаете, я действительно не ожидал такой активности. Эта активность меня очень и очень радует и воодушевляет на дальнейшую работу. Я вижу, что люди неравнодушны и выбор всех кандидатур, которые сегодня здесь присутствовали, был абсолютно правильным и логичным. Каждый из членов общественной комиссии должен подготовить предложение по дополнительным направлениям деятельности совета. Следующая встреча назначена на декабрь. Кристина Ильична, Артем Сулайманов. События. Самара Кашкадарьин. Бизнесмены 63-го региона. Два дня будут вести переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве с коллегами из Узбекистана. Работа уже ведется несколько лет, но не устраивает обе стороны. О чем удалось договориться на старте форума, расскажет Сергей Кизоркин. От ширпотреба до добычи сырья и строительства дорог. Самарские и кашкадарьянские бизнесмены два дня будут вести переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве. Гости из солнечного Узбекистана предлагают не только увеличить объемы экспорта и импорта в оба направления, но и наладить производство и открыть дилерские центры каждой в своем регионе. Торгово-промышленная палата Самарской области и правительство готовы к таким масштабным проектам. У нас сотрудничество строится не только в цифрах, но и есть конкретные предприятия, действующие как на территории Самарской губернии, так и действующие на территории Республики Узбекистан. Нам это очень приятно, что сотрудничество у нас транспланируется не только в торговые, но еще и в такие фундаментальные взаимные инвестиционные совместные предприятия. Сотрудничество Самары с Узбекистаном налажено еще с начала 90-х годов. Только за 9 месяцев 2018-го товарооборот составил почти 6 миллиардов рублей. Показатели выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и останавливаться на достигнутом бизнесмены обеих стран не намерены. У нас имеется очень огромный незадействованный потенциал, который позволит и дальше углубить наше взаимодействие. Я хотел бы отметить, что мы здесь находимся в Самарской области с конкретными предложениями, конкретными идеями создать дополнительные заделы для реализации долгосрочных проектов, которые будут способствовать развитию наших регионов. Самарские бизнесмены в этом году участвовали в Ташкенте, в международной промышленной выставке и в бизнес-форуме. Подобные встречи не проходят даром. Предприниматели обеих стран заключают перспективные контракты. Так и двухдневный визит узбекской стороны в Самарскую область обещает быть плодотворным. Перспективные направления – это дорожное строительство, сельское хозяйство и переработка, и нефтегазовая промышленность. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве говорил с министром науки и высшего образования России Михаилом Кутюковым. Стороны рассмотрели перспективы участия Самарской области в реализации национального проекта «Наука», целями которого должны стать модернизация отрасли, развитие передовой исследовательской инфраструктуры и поддержка молодых ученых и исследователей. Важнейшим вопросом встречи стала возможность создания в регионе одного из 15 научно-образовательных центров. Цитата. «Это важнейшее направление. В своем послании президент Владимир Путин назвал ряд городов, где развивается наука, а Самарская область прозвучала в том числе. Определенные преференции у нас есть», — отметил Дмитрий Азаров. В его руках металл послушен. Самарский студент Михаил Воронцов стал чемпионом Евроскиллз. Обогнав соперников из Португалии, юный фрезеровщик занял первое место. В этом году соревнования прошли в столице Венгрии, Будапеште. 41 компетенция, 600 участников. Победителя встретил Даниил Лучко. Просто много эмоций. Спасибо. Вот так в аэропорту Курумыч встречают победителя. 19-летний студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов завоевал золото, опередив соперников из Австрии и Португалии. Компетенция — фрезерные работы. Юноша стал и лучшим в сборной России по количеству набранных очков. Говорит, любит создавать своими руками. В 17 встал за станок. С тех пор с ним не расстается. Это захватывающе, очень волнительно. И появляется большая гордость от всех этих побед. Было средние сложности. То, что были также и сильные соперники в виде Австрии, Португалии, Англии. Боролись до последнего. Никто никак не знал результаты. Но я делал все, как тренировался, как учился. И надеялся на победу. И победа. В этом году Евроскилс проходил в Будапеште. 41 компетенция. 600 конкурсантов из 29 стран Европы. Россию представили 48 участников. По итогам соревнований в медальном и бальном зачетах Россия заняла первое место. В качестве приза Михаил получит премию в 700 тысяч рублей. Уже поступает предложение от работодателей. Сейчас Михаил работает лаборантом на полставки в колледже. Есть и свои ученики, которым он передает секреты мастерства. Ученик он прилежный, замечательный. Он, закончив программу СПО, образовательную программу, поступил на обучение по рабочей профессии токарной работы на станках с программным управлением. Поэтому он с сентября месяца обучается по индивидуальному графику по получению вот этой профессии. Вообще для нас эта победа очень важна с двух точек зрения. Во-первых, сама победа и вот такой вот чемпион у нас есть. А во-вторых, вы понимаете, это результат той кропотливой работы профориентационной, которая и популяризации рабочих профессий. Вот в этом году свыше 53% девятиклассников пошли в учреждения СПО. В следующем году Михаил планирует поступать в Самарский университет на специальность технология машиностроения. Но сначала подготовка к первенству мира. На соревнованиях WorldSkills, которые пройдут в августе в Казани, Михаил рассчитывает на звание чемпиона. Не меньше. Данил Лучко, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. Двое несовершеннолетних подозреваются в совершении убийства. Трагедия произошла во дворе частного дома в Кенель-Черкасском районе. Там было обнаружено тело 29-летнего мужчины. В связи с этим возбуждено уголовное дело. По версии следствия, гибель мужчины – дело рук двух 17-летних подростков, которые с ним в тот вечер выпивали. Между собутыльниками завязалась ссора. И несовершеннолетние забили мужчину металлическим прутом и черенком от лопаты. В Самаре ликвидировано сразу 8 незаконных стоянок. Одна из них расположена по адресу улица Владимирская, 29-Б, повторно. У владельцев этих территорий нет правоустанавливающих документов на землю. Ликвидированы парковки на улицах Спортивная, 17, Братьевка Ростелевых, 17А, проспекте Карла Маркса, 49-55, Тверской, 136, проспекту Карла Маркса, 126-Б, на Белорецкой, 1-й, 155, Дзержинского, 27-Б. Ликвидация незаконных автостоянок в городе будет продолжена. В Тольятти прокуратура проводит проверку в связи с нападением на ребенка. 12-летняя девочка была госпитализирована прямо из школы номер 72 на улице автостроителей. Как выяснили сотрудники прокуратуры, во время урока физкультуры у девочки произошел конфликт с двумя другими детьми, в результате которого она получила уши пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. По мнению надзорного ведомства, школа не создала надлежащих условий для безопасности, ответственным за которую является учитель. Директору вынесли представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Жителю села Обшаровка грозит уголовная ответственность за незаконное хранение оружия. У 47-летнего ранее несудимого мужчины правоохранители изъяли обрез охотничьи ружьё и бездымный порох. Мужчина пояснил, что оружие досталось ему после смерти отца. Четыре года назад ножовкой он отпилил часть ствола и приклад у одного из ружей и сделал из него обрез. Как пояснил в целях самообороны. Экспертиза определила, что обрезы охотничьи ружьё пригодны для стрельбы. В отношении сельчанина возбудили два уголовных дела. В Тольятти судебные приставы нашли управу на женщину, задолжавшую государству почти 200 тысяч рублей налогов. Оплачивать их она не торопилась. В отношении неё возбудили исполнительное производство. Но, несмотря на предупреждение, она не исполнила требования суда самостоятельно. В итоге сотрудникам пришлось наложить арест на принадлежащей женщине кроссовер Porsche. После чего она полностью погасила долг перед государством. Арест с автомобиля сняли. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях? В 37-й Самарской школе прошёл всероссийский урок по ОБЖ. Одиннадцатиклассники во время деловой игры закрепляли свои теоретические знания. На дебатах побывала мэрия Елча. Для учеников 37-й школы сегодняшний урок был вовсе не похож на обычное занятие. Преподаватель устроил школьникам настоящие дебаты. В ходе деловой игры две стороны рассуждали о безопасности в больших городах. Дебаты прошли очень хорошо. Я с уважением отношусь к своим оппонентам, к своим, так сказать, классникам, но я давно не ожидал, что они так хорошо подготовятся. Это и ребятам нравится, и как-то он не просто там ответ, а вопрос-ответ-вопрос. Это более нестандартный, да. Я уже достаточно давно занимаюсь именно вот этим направлением дебаты. Судили выступающих их же одноклассники, которые в первую очередь оценивали уровень подготовки к дебатам. Поскольку я всех знаю, это мои друзья, одноклассники, как бы легко, в принципе, судить. Ну, самое главное, не заслуживать. Учителя уверены, в процессе дискуссии рождается истина, и материалы усваиваются лучше. Поэтому такие занятия практикуются в школе регулярно. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. В Театре оперы и балет ожидается пополнение. Сразу пять молодых солистов могут войти в труппы театра. Они уже преодолели два этапа конкурсного отбора. Теперь оперных певцов ждет два года профессиональной подготовки. Среди них Елена Марченко, окончившая Нижегородское музыкальное училище, а затем консерваторию. София Ерзенкян, выпускница Саратовской государственной консерватории. София Цымбала, окончившая Петербургское музыкальное училище. София Орлова из Луганского колледжа культуры и искусств. И Сергей Пономарев, только в этом году выпустившийся из института. Он приехал из Перемии в 2017 году, прошел вокальную стажировку в Финляндии, рассказывает, всю жизнь мечтал петь на большой сцене. С детства очень люблю музыку и всегда знал, что буду этим заниматься. Никогда не виделся я в другой профессии. Конечно, в ведущих театрах страны, таких как Мариинский театр или Большой театр, такие программы давно действуют. Хорошо, что мы теперь стоим в этом ряду в плане подготовки собственных кадров и пополнения трубок. Настоящая легенда самарской журналистики и исключительный мастер своего дела. Эдуард Кондратов внес значительный вклад в жизнь культурной элиты Самары. В 2013 году областной союз журналистов и администрация города учредили конкурс в память о нем и его заслугах. Жизнь и творчеством Эдуарда Михайловича познакомились студенты и школьники, участники проекта «Легенда самарской журналистики», посвященной столетию областного союза. Андрей Горгуленко подробнее. Если бы не он, у Самарского союза журналистов не было бы дома. Именно так вспоминают об Эдуарде Кондратове. Удивительный мастер и отличный друг всегда готовы прийти на помощь. Все, кто был с ним знаком, отмечают его невероятный талант, отменное чувство юмора, высокая ответственность за каждое произнесенное в эфире или напечатанное в газете слово. Он был абсолютно бесстрашным журналистом. Совершенно бесстрашным. Это одна из главных, обязательных, характерных особенностей журналиста. Он был примером. Он примером для всех. Эдуард Михайлович – почетный гражданин Самары. Работал собственным корреспондентом газеты «Известия» в Туркмении, Молдавии и Самаре. Был старшим редактором на Куйбышевском телевидении. Писал исторические и детективные боевики. Стал сценаристом и со-режиссером первого советского телесериала «Тревожные ночи в Самаре». А также помогал создавать большой цикл книг и фильмов «Самарские судьбы». Эдуард Михайлович был рядом с нами с самого момента создания проекта «Самарские судьбы». Эдуард Михайлович многих из них знал и участвовал. У нас огромное количество осталось фильмов, где он рассказывает о дружбе, о знакомстве со многими людьми. Но наступил момент, когда мы сделали фильм и о нем. Именно этот фильм об Эдуарде Кондратове показали студентам и школьникам на встрече из цикла «Легенды самарской журналистики». Молодые люди узнают о жизни и творчестве настоящих профессионалов своего дела. И знакомятся с ними через рассказы их коллег и друзей. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Меодрак Бажович может сменить Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов». Не исключено, что это произойдет уже на этой неделе. Такие прогнозы дают спортивные эксперты. 50-летний черногорский специалист Бажович известен в России своей работой и в тульском арсенале, а также в таких командах, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». По некоторым данным, смена главного тренера может произойти до матча с «Динамо», который состоится уже в субботу, 6 октября, на стадионе «Самара-Арена». Вопрос лишь в том, успеет ли Бажович оформить все необходимые документы и рабочую визу. По другой информации, черногорский специалист возглавит самарскую команду уже после игры с москвичами. Отметим, что сейчас «Крыльев Советов» с седьмюю очками находится на 15-й строчке турнирной таблицы. В последнее время команда не очень часто радует победами своих болельщиков. Положили Европу на обе лопатки. Спортивный клуб «Дзюдо-98» отметил свое 20-летие в борцовском зале. Соревнование с клубами-конкурентами прошло по системе стенка на стенку. Сергей Кизоркин оказался между молотом и наковальней. Здравствуйте! Вы смотрите «Самарские новости спорта». А расскажу о них я, Сергей Кизоркин. Первые приемы «Дзюдо» будущий чемпион международного уровня Глеб Шумилов выучил в спортивном клубе «Дзюдо-98». Но чтобы попасть в юниорскую сборную страны и стать вторым на Кубке Европы, подросток не вылезал из спортзала 12 лет. Борцовская команда стала для него как семья. У нас всегда хорошо относятся к спортсменам. Отношения тренер-спортсмен всегда хорошо и грамотно выстроены. То есть всем приятно тренироваться, все получают удовольствие от процесса. Это длится не один год, а на протяжении многих лет. Александр Иванович всегда находит какой-то особый подход к каждому спортсмену. Заслуженный тренер Александр Иванов из борцовского полуфабриката методично лепит десятилетиями будущих чемпионов. Программа рассчитана на перспективу. У многих его воспитанников впереди маячит олимпийский татами. Но чтобы до него добраться, спортсмены клуба «Дзюдо-98» проходят ситоотборы на различных международных гран-при, евро и мировых первенствах. В этом году самое интересное, что у нас мальчик на России был пятым, но потом прошел через международное соревнование, отобрался на первенство Европы и занял первое место. Это такой результат довольно-таки высокий. Я понимаю, что это не мужчина, но это звездочка, которая потом может более высокий результат показать возрасту. Положить Европу или мир на обе лопатки – мечта каждого самарского дзюдоиста. Многие первые чемпионские медали они завоевали здесь, на традиционном клубном турнире «Кубок дзюдо-98». Сегодня спортшкола отметила 20-летие. Соревнования с клубами-конкурентами прошли по системе стенка на стенку. За награды боролись две команды девушек и четыре команды юноши. Главные претенденты на «Кубок» – хозяева татами и клуб мужества. Результаты есть, но пока на уровне области ребята растут, развиваются. Наш спорт дзюдо включает в себя именно жизненную философию и воспитывает в первую очередь людей, нежели спортсменов. В категории девушки клуб мужества занял второе место, проиграв в финале «Дзюдо-98». У юноши бронзу завоевала команда мужества. Серебро у ЦСКА ВВС. Кубок остался в родном борцовском зале «Дзюдо-98». Это были саммарские новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! А наш выпуск на этом завершен. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин